Приветствую вас! И подлость заключается в том, что человек всегда преследует свои интересы. Человек всегда находится в себе на уме. И никогда ничего плохого для себя не делает. Если такого человека вы встретили, то он никогда ничего бескорыстно для другого не совершит. По сути, подлость человек всегда эгоистичный, подлость человек всегда эгоцентричный, считает себя во всем правым, не имеет критического мышления к себе, то есть не признает своих ошибок, и имеет склонность к доминированию и к ритерствам. Такой человек очень сильно может вести себя на публику, на внешнюю сторону. Такой человек ведет себя немного вызывающе, но поначалу может быть ласковым, обходительным, лишь до той поры, пока ему будет казаться, что это необходимо для него. Как только он сам перестанет чувствовать необходимость в этом, он начнет более нагло, более вызывающе, более настойчиво, напористо себя вести. По сути дела, подлость человек никогда не слушает другого. Он может делать вид, что слушает, но никогда этого не делает. Подлость бывает очень сложно распознать, потому что при наличии высокого интеллекта у такой личности может выработаться довольно-таки серьезный, внушительный пласт поведения адаптированного к обществу. И человек может даже сделать что-то для вас, но сделать что-то для вас по мелочи. И при случае всегда вам это припомнить. Если человек считает, сколько он для вас сделал, если человек ведет своего рода учет того, что он для вас сделал, то такому человеку доверят нельзя и не стоит ждать, что он придет на помощь в другую минуту. Надеюсь, помог вам. Если какие-то вопросы задались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам мой ответ понравился, сделайте его лучшим, пожалуйста, буду благодарен. Пока желаю вам всего доброго. Ну вот. Поехали. ften